Хорошо, хорошо. Вот, ну, вкратце я так закончу, продолжу то, что мы говорили о предыдущем уроке. Вот, значит, вот такие вот вещи у нас начали происходить. Ну, кроме того, сейчас у нас такой период, на данный момент, он уже длится продолжение нескольких месяцев. Вот, где мы увидели, поскольку, ну, как бы растет новое поколение, да, и рождаются и внуки даже, и вот, дети уже становятся такими вот взрослыми, уже становятся подростками, молодежью. И, естественно, взаимоотношения с родными, с близкими, взаимоотношения с родителями и в служении друг с другом, конечно, они требуют таких более открытых, посвященных отношений, потому что, скажем, Бог творит все новое. Мы, безусловно, то, что мы, допустим, использовали раньше, говорили раньше и строили взаимоотношения, вот, из-за того, что поднимаются новые люди и дети наши растут, то есть это нужно в новой форме, как бы, с новой силой это все снова поднимать, об этом говорить, чтобы это, ну, обновлять. И, ну, чтобы не терять, потому что у нас были ошибки, когда мы брали за что-то одно, вот, и, как бы, в фокусе держали, что у нас главное это, но из-за того, что появлялось что-то другое, мы это оставляли, забывали, брали за одно, за второе, за третье, и получается какая-то такая каша, вот, и много всего, и навалено, и тебе кажется, что просто столько всего надо сделать, столько служений, как мы с этим справимся. Поэтому мы поняли, что нужна такая система взаимоотношений, должна быть структура наших взаимоотношений, вот, где должны быть специальные какие-то выдержанные, приемлемые для нашей среды, для нашей местности, нашей, может быть, какой-то такой культуры нашего города, методы, подходы наших взаимоотношений. Безусловно, должна быть какая-то цель, безусловно, должно быть какое-то видение, чтобы оно все более-менее как-то функционировало, чтобы этот живой организм, он работал и приносил свои плоды. Вот, и мы поняли, что нам нужно восстанавливать отношения между отцами и сыновьями, то есть отцовство и сыновство, ну и соответственно мамы, дочери и так далее. То есть среди физических родителей и детей и духовных. Вот, и в этом направлении мы сейчас это проходим, и вы знаете, тоже у нас был ряд таких служений, и практически мы это использовали. И я в последующих днях тоже об этом поделюсь. Вот, кроме этого, у нас есть еще очень важное такое служение, как бар и бат митцва. Вот, может, у вас тоже оно есть, мы его практикуем, оно очень интересное, полезное, нужное, и это тоже всегда праздник в нашей общине. Вот, когда девочка или мальчик, они на центральном служении берут ответственность и так далее. Безусловно, в это подключаются и родители, вот, поэтому это тоже очень важное такое. Поэтому мы стараемся в этом направлении двигаться, и чтобы наша молодежь, она имела взаимоотношения также и со старшим поколением. Вот, буквально такой свежий пример, на 9 мая, вот, мы решили пощить всех пожилых евреев. Вот, это как раз было в то время, когда был Йоматс Мауд, День независимости. И День памяти о катастрофе, о Холокосте, как раз вот в это время, в начале мая. Поэтому мы решили сделать такие небольшие подарки, и чтобы наша молодежь, наши подростки, они пошли вот к нашим бабушкам, дедушкам еврейским, и не только еврейским, вот, чтобы они пошли к ним домой, не просто, как бы, вручили эти подарки, вот, а чтобы они зашли в квартиру, вот, немножко пообщались, помогли, что там нужно, уделили внимание. Если надо, что-то поубирали, там, помогли физически. То есть стараемся именно, то есть есть у нас, как бы, служение милосердия, но стараемся, чтобы это делала еще молодежь. Вот, потому что даже если мы посмотрим в мире, многие наши уже и дети, и те, которые учатся в школах, они уже и не знают, что была такая Вторая мировая война, вот, но где-то как-то они еще что-то слышат, но не продают этому значение, поэтому, ну, это не просто память о войне, но мы стараемся, чтобы люди, они, наши дети, они почитали родителей, почитали отцов и матерей, чтобы вот это вот наследие, которое есть, которое Бог нам передает по учению отцов, чтобы мы передавали из поколения в поколение, вот, и чтобы мы эту митцву, заповедь исполняли. То есть стараемся, чтобы это тоже было в нашем внимании, вот. Ну, и такой интересный момент, мы стараемся, когда у нас проходят какие-то праздники, библейские, еврейские праздники, то есть когда мы их делаем на уровне общины, приглашаем каких-то людей, то есть это какие-то концерты, какие-то евангелизации, какие-то шабаты свободы или что-то еще, то есть это как бы то, что для людей, чтобы привлечь людей, чтобы они обратились к Богу и остались в общине, вот. Мы специально тоже готовимся, ну, наверное, как и вы, вот, и плюс то, что мы еще делаем, мы стараемся помимо этих праздников обязательно уделять время и планировать такие служения какие-то праздничные и внутри нашей общины, то есть чтобы, ну, как бы все эти члены нашей общины и служителя, вот, они могли в таких внутренних служениях, в праздничных, что на них происходит, то есть где каждое служение или каждая группа, какая-то домашняя, они делают какую-то сценку, вот, они как-то это, в соответствии какой праздник, они, ну, в этом направлении что-то там приготовляют, кто может стих, кто может танец, кто еще что-то, вот, и мы видим, что через, ну, вот такие внутренние какие-то праздничные служения-отрывы, вот, выявляются разные люди, вот, с какими-то дарованиями, где они раскрепощаются, где они могут себя как-то проявить, знаете, чтобы, как бы, вот это душевное, оно прорвало, и потом человек больше открывается для чего-то духовного, ну, в таком, скажем, в одном направлении, хотя есть много других направлений еще, поэтому мы видим, что в таких вот формах многие люди, они, ну, выявляются, проявляются и даже открываются какие-то у них вот эти вот дары, которые они могут использовать во служении вспоможения или там еще чего-то, то есть мы видим, что человек может в этом, скажем, каком-то открывшемся даре начинать служить, то есть мы видим, что он может там в каком-то таланте, где-то в творчестве, может быть, в прославлении даже, может быть, там, в молитве, ага, а этот как-то больше склонен к заботе о людях, ага, а этот больше в служении сострадания, милосердия, то есть очень простой такой принцип, вот, и для нас, когда мы устраиваем такие внутриобщинные праздники, то люди с радостью идут, то есть мы их даже иногда называем такие карнавалы, знаете, люди, ну, как бы творчески подходят, вот, потому что в этом мире народ пока не Божий отрывается, как он хочет, правда, а мы что, мы дети Бога, у нас такой Бог, вот, такой сладкий Бог, Азисер Год, Бог радости и веселья, и столько у нас такое наследие, такое богатство есть еврейское, и чтобы нам это не использовать, и люди даже шьют костюмы, люди там одеваются как-то специально, карнавально, празднично, ну, так, очень интересно, вот, и завершается, как вы понимаете, все в конце молитвы за Израиль, у нас была одна свадьба, ух, конечно, наша семья там, и у них друзья были там с других общин, вот, и когда была эта свадьба, то в конце, ну, там была хупа, а потом продолжение было в кафе, в ресторане, то в какой-то момент, ну, уже в конце этой всей свадьбы, ну, нас спрашивали, как бы, а чем закончилась свадьба, ну, как, ну, вот он свадил, ну, как, чем, молитва за Израиль, слушайте, это вообще, то есть, где-то полтора или два часа, после всего, что происходило хорошего на этой свадьбе, радостного такого, началась молитва за Израиль, то есть, неверующие просто родственники, они были в шоке вообще, что происходит, но, вы понимаете, это настолько было, как бы, то есть, это неотъемлемая часть наша, да, где мы, вот, можем порадоваться, где мы можем тут сесть покушать и тут же друг за друга помолиться, вот, чтоб ты так ел, как ты молился за Израиль, это вам знакомо, да, то есть, опять прокушать, вот, поэтому, ну, в общем, интересно очень, вот, хорошо, 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 есть одна такая очень интересная иудейская легенда о 36 праведниках, вот, и что это за легенда, значит, она гласит о том, что в каждом поколении был свой праведник, человек, который смотрел за тем, наблюдал за тем, то есть, был поставлен Богом для того, чтобы помогать народу не упасть, то есть, в каждом поколении был человек, который поддерживал народ, чтобы народ обращал внимание на Бога, вот, и... а? Как времена судей, да, как времена судей. И... как узнать таких праведников? Таких праведников узнают такие же праведники, то есть, в наших общинах, в каждой Божьей семье, есть такие, ну, назовем их праведники, да, праведники, это еще и цадик, то есть, есть такие служители, служители Божьи, которые поднимают дух общины, да, поэтому есть в наших общинах те люди, которые поднимают вот этот, вот, знаете, настрой Божий, идти вперед, поэтому мы с вами новозаветные верующие, и, конечно же, мы с вами можем быть теми людьми, которые могут поднимать дух в наших служениях, в наших малых служениях, в наших больших служениях, в той мере, в той части, которую нам Бог предназначил, где Он нам дал ответственность, чтобы поднимать вот этот вот Божий дух, поднимать Божье служение. помните, помните, как написано, ради Иерусалима не успокоюсь, да, не успокоюсь, и ради Сиона. Поэтому у нас с вами есть определенное бремя, вот, ответственность, у нас с вами есть часть перед Богом, чтобы нести ответственность за наше служение, и вообще бремя от Господа, оно нас с вами сильно мотивирует. Когда мы берем бремя от Господа, когда мы понимаем, что это Божье, и это Божье становится частью нашего, тогда это рождает у нас настоящее сострадание к людям. То есть у нас что-то такое появляется, что раньше мы это не испытывали. И вы знаете, что мы даже испытывали такое переживание, что бремя от Господа, оно может останавливать даже зону нашего комфорта, или какого-то собственного благополучия, или направленности какой-то материальной удовлетворенности, обеспечения и так далее. Если мы с вами вспомним, кем был Маше, он был принцем в Египте, да? Если мы с вами вспомним, кто такой был Неймия, он был в иночерпием у царя. То есть по человеческим меркам, по человеческим подходам это люди были достаточно неплохо устроены. Правда? Очень неплохо. Все, что они имели и могли еще больше иметь, но они отказались от этого. Правда? Давайте откроем Новый Завет Брит Хадаша, послание наше к евреям. 11 глава мессианским евреям. Спасибо тебе, Господь, за Слово Твое Божие. Вы читали это место, но мы его еще раз можем вспомнить. 11 глава с 24 стиха. Верою Моисей пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. фараоновой. Я когда стараюсь размышлять над Словом Божьим, нас так научили, и Борис Саулович нас так учит, как лидер мессианского служения, движения, чтобы мы, когда мы смотрим Слово Божье, чтобы мы понимали, что те люди, которые жили в библейские времена, и которые вошли в эту книгу, они такие же простые люди, как и мы. То есть, когда мы так смотрим, то ты понимаешь, что то, что, скажем, мог тот или иной Божий служитель, или те герои веры, мы можем какой-то части или в большей части видеть это в себе, то есть использовать в себе, потому что Бог может это произвести и в нас, да? Правда? И даже больше, безусловно. Вот, поэтому, когда я читаю, что Моисей отказался называться сыном дочери Фараоновой, я себе говорю, Вадик, ты тоже от чего-то отказался. Правда? Каждый из нас, он может сказать, Боже, я от чего-то отказался. Правда? Вот, и приходит уверенность, приходит просто такая, ты пускаешь еще глубже корни, ты понимаешь, что твои ноги крепко стоят уже, твердо, ты с Богом, Он твоя защита, и все. Если ты отказался, если ты повернулся спиной на 180 градусов от этой жизни, вот, земной, прошлой, а идешь в направлении Божьей, то ты ничего не потеряешь, ты только приобретешь. Правда? И смотрите дальше. Что он захотел? Он и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Знакомые нам стихи, да, но всякий раз, всякий раз мы можем об этом говорить, о наслаждении, которое все-таки есть греховное. Оно все равно даже временное, да, поэтому мы еще, я верю, коснемся немножко нашего отношения вообще к богатствам этого мира, нашему влечению или не влечению, нашему отношению, потому что мы все-таки с вами тоже должны заботиться о наших семьях, у нас с вами должна быть нормальная ответственность за будущее наших детей, да, какая-то забота, материальная обеспеченность, вот, и где же вот крайность между этим, где середина, где баланс какой должен быть, чтобы наше служение, оно не осквернялось, чтобы наше служение не проникал вот этот вот дух бога Мамоны, вот это идолопоклонство, которое сейчас может проникать, может проникать в церковь, даже уже начала проникать в церковь, вот, поэтому для нас очень важно это тоже обращать на это внимание, поэтому Моисей, Неемия, ну и многие другие примеры, они отказались от этого, они решили даже, ну, просто стать теми, которым бог бросает вызов, посвятить себя этому, правда? и поношение Мессии, поношение Христова почел большим для себя богатством, вот, оказывается, есть еще какое богатство, правда? Не только земное, не только наслаждение, оно и временное, и греховное, но есть какое-то большее богатство, которое выходит за пределы нашего человеческого понимания, поношение Мессии, все, что к этому прилагается, все, что находится в составляющей части вообще этого понимания, нежели египетское, нежели египетские сокровища, ибо Он взирал на воздаяние, безусловно, нам всем с вами хочется что-то иметь в этом мире, правда? Ну, не в этом мире, а чтобы жить не хуже соседа, то есть делать все так возможное, чтобы не выглядеть, не казаться хуже, чем живет твой сосед, поэтому у нас есть такая человеческая тенденция, но Библия нас учит примеры немножко по-другому смотреть и безусловно действовать в этом направлении. Верою оставил Он Египет оставил, отказался, не убоявшись гнева царского, не убоявшись что-то потерять, ибо Он, как бы видя невидимого, как и мы с вами, был тверд. Это сила. Веру и совершил Он Пасху и пролитие крови, дабы истребить первенцев, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Поэтому все то, что мы можем назвать каким-то богатством в этом мире или какой-то, как мы говорим, зоной комфорта, это еще не все то, что нам нужно. Это далеко не все то, что нам нужно. Оно может быть для нас как приложение, но не как главное. Потому что Писание нас учит, Ишуа так учил, ищите прежде всего, а все остальное, все остальное, все остальное. Ну, об этом будем еще, я верю, говорить. Поэтому Бог может в нашу жизнь послать, допустить даже какие-то проблемы, даже допустить какие-то трудности. Для чего? Для того, чтобы мы с вами встрепенулись, для того, чтобы мы осознали вообще, увидели себя в каком мы положении, в каком мы состоянии перед Богом, может, мы действительно перестали быть чувствительны к Богу, может быть, мы действительно уже сыты, может, мы действительно начали увядать в служении, вот, и может быть, уже наши поднятые руки, или наши какие-то возгласы обращению к Богу в молитве, порывы, крики, они просто стали нашим таким дополнением, потому что все кричат, может, наши какие-то эмоциональные всплески уже стали, а не просто наше такое искренное наше желание служить Богу, то есть, поэтому Бог может что-то допустить, и помните, мы с вами говорили, что если в моем сердце то есть, какая моя реакция на нужды людей, как я реагирую, если у меня это время, когда я вижу, что человек находится в проблеме, если я вижу, что у человека есть какая-то нужда, как я на это реагирую, помните, в откровениях написано, духи невеста говорят, приди, и вот, кто такая невеста, мы с вами, да, невеста, и вот, если наше сердце не говорит Господу приди, то тогда у нас проблема, то есть, на самом деле, хотим ли мы, чтобы, хотим ли мы вообще слышать то, что говорит нам Библия, духи невестой говорим приди, хочет ли наше сердце услышать то, что говорит Слово Божие, хотим ли мы увидеть это возвращение Господа, хотим ли, чтобы Он сейчас был с нами, именно в том свете, именно в том понимании Библии, какое Его показывает нам, как нам Бог, то есть поношение Мессии, в Писании написано, что каждый возьмите крест свой, и следуйте за Мною, вы понимаете, каждый возьмите свой крест, то есть у каждого из нас, у каждого из нас мы проходим через какие-то испытания, мы проходим через, проходим какие-то страдания, да, я знаю, что в вашей общине недавно была вот такая вот трагедия, вот, и во многих общинах мы молились за это, то есть как-то эта ситуация произошла, да, как-то Богом это было допущено, вот, что-то, ну, Бог же вообще все же контролирует, может быть есть какая-то, ну, не буду сейчас об этом говорить, но, то есть что-то Бог допускает, вы понимаете в нашу жизнь, и мы можем проходить через какие-то скорби, то есть Бог может нас чему-то через наши скорби учить, у нас то есть такие скорби, какие-то трагедии, безусловно, проходят многие, и у нас в общине мы тоже это проходили, у нас не так давно, вот буквально за три месяца у нас два брата ушло к Господу, умерли они здесь на земле, а одному мужчине хороший брат очень был, ему было за 60, он заболел, и практически его Бог забрал очень быстро, вот, ему там сделали операцию, то есть он практически не мучился, не мучил родственников, ну, как бы, вот, хотя, конечно, нам его здесь будет не хватать, мы скорбели, похороны были, и очень много людей, такой известный человек в городе, вот, но жена понимала, куда идет ее муж, жена понимала, что, кем был ее муж, вот, поэтому она достаточно приняла это так, ну, нормально, хорошо, вот, и другой у нас брат, он у нас был на реабилитации, он у нас был несколько лет назад на реабилитации, он прошел реабилитацию, он начал служить, потом заботой мира сего, вот, его желания, невостребованные, он вдруг, ну, захотел, потому что он понимал, что ждать что-то от Бога, или, 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 брать ту ответственность, которую предлагает общение служителя, для него не очень подходит, потому что это не соответствовало его желаниям, его намерениям, он хотел все, что он раньше в жизни не имел, жену, квартиру и дачу в придачу, вдруг восполнить, вот, ну, он попробовал, он уехал в другой город, оставил служение, вот, и буквально через очень короткое время мы узнаем, что он начал пить, вот, как бы он еще там два раза ходил в какую-то церковь, это в Жмеринке, он из Бердичева переехал в Жмеринку, вот, и начал пить, ну, и потом все хуже и хуже, потом его видели в Бердичеве, вот, потом он через время начал с нами связываться, вот, вернее, мы как бы начали уже его искать, его родной брат у нас в общине, вот, начали ему звонить, говорить, слушай, ну, давай, возвращайся уже, да-да-да, и потом снова запой, ну, и вот, в конце концов, он все-таки к нам пришел, возвратился, вот, прошел реабилитацию, и по мере того, как он уже заканчивал повторную реабилитацию, мы увидели, что у него есть опять какие-то такие напоминания о том, что ему надо какие-то деньги, ему нужно что-то купить, хотя вообще там он уже ни в чем практически не нуждался, там, и у них жильем все с братом получалось, и как бы и работа, вот, но он где-то внутри хотел чего-то большего, и в разговоре с некоторыми наставниками на репцентре проскакивало, что вот, как бы он где-то явно чего-то большее хотел, и был недоволен тем, что у него есть, вот, и я понял, что это уже какое-то, ну, вот, повторное его желание, я с ним говорил об этом, ребята говорили, вот, как бы он понял, выслушал, ну, продолжал служить и так далее, и через время он начал жаловаться, что у него начинает что-то болеть, там, желудок, он не может кушать, все, то есть начались с ним проблемы, вот, он обратился к врачу, начал сдавать анализы, и так далее, и тому подобное, вот, и потом его забрали в больницу в Житомир, вот, и врачи сказали, что нужно срочно оперировать, вот, и когда его начали, то есть ему сделали первую операцию, вроде так нормально, такую какую-то легкую, сейчас не буду вдаваться в подробности, а потом нужно было сделать еще одну операцию, через время, и вот во время второй операции он умер, вот, и, конечно, для большей части людей в общине это было, ну, по сравнению с недавним, то, что произошло в семье, вот, то, что этот мужчина, муж умер, то есть там было понятно, что человек прожил жизнь, он с Богом, он идет на небеса, а что с этим, то есть как это могло вообще произойти, он же служитель, он же не грешил, он же возвратился, то есть, 30 лет парню еще все впереди, мог и жениться, и, понимаете, то есть такие вопросы, вот, у многих людей были вот такие вот вопросы, но и всей этой категории людей, у троих братьев, в том числе у меня, вопросов в понимании, почему это произошло, вообще не было, то есть это был руководитель центра, старший наставник на центре, мой помощник еще в общине, и я, то есть мы понимали вообще, что произошло вообще с полуслова, то, что его Бог забрал на небеса, у нас не было никакого сомнения, то, что он получил это спасение, и для нас было понятно, что если бы он еще начал, ну, как бы, Бог ему дал здесь еще прожить на земле какую-то часть времени, он бы мог упасть из-за своих каких-то желаний и мотивов снова возвратиться в прошлое, если бы он упал, уже бы неизвестно, либо он поднялся вообще, вы понимаете, и когда мы это так очень просто увидели и поняли, что практически просто его Бог взял и забрал, и, как бы, такая операция вообще несложная была, вы понимаете, там, как бы, даже не было что-то похожее на онка, вот, но, и милость Божия, то есть реально для него это милость Божия, и потом мы спокойно это начали объяснять вообще, и людям становилось, ну, это все понятно, понимаете? Разуму человека не все подвластно, да, вот, поэтому, ну, есть, знаешь, все зависит, как бы, Бог все равно нам дает такое внутреннее какое-то такое ощущение какой-то ответственности и, ну, следование за Господом, то есть мы сотворены по его образу и подобию, то есть наша душа, она все равно прилепляется к какому-то духовному, какому духовному, святому духовному или безбожному духовному, вот, да, поэтому, и, и когда мы говорили о том нашей сестре, ах, ох, как, как же вы это, действительно, знаете, и тогда вот через эти вещи ты начинаешь понимать, что действительно, что человеческая жизнь без Бога и вообще все может так вот обернуться поэтому мы можем понимать судьбы людей, мы можем понимать что произошло то есть мы можем где-то начинать понимать почему у вас произошла такая трагедия, знаете, может быть не сразу может быть через время, может быть кто-то и сразу уже понимает почему у нас такая трагедия для нашей общины это тоже как бы такая была там я знаю в других общинах тоже были в Киевской общине. Поэтому судьбы непостижимы. Его мысли не наши мысли. Его пути не наши пути. Правда? Поэтому мы должны понимать, что мы дети Божьи и доверять Ему. Да. Аллилуйя! 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 Хорошо, хорошо. Немножко хочу с вами сейчас поговорить о росте наших общин. Безусловно, это включает в себя то, что мы говорили, что мы имели цель, что мы имели видение, чтобы у нас строилась структура этих взаимоотношений. И Бог движется вперед. И, конечно же, Бог желает, чтобы его церковь, его община, его Божья семья, она тоже двигалась вперед, она возрастала духовно, она возрастала количественно. Правда? Вообще вы согласны с этим, да? То есть Бог желает, чтобы мы росли. Бог желает, чтобы бердичевская община росла и качественно, и духовно, да, и количественно. Бог желает, чтобы одесская община, она росла и качественно, и духовно, и зрело, и количественно, да. И той молитвой, которую мы вчера молились, молитва Явиса. Божий, распространи пределы наши, да, шатры наши. Вот, поэтому направо и налево. И поэтому Бог дает нам желание исполнять это, и мы хотим делиться этой радостью, тем добром, которое мы имеем с другими людьми, стать благословением для других. Поэтому мы задаем себе вопросы. Я задаю вопросы себе. Каждый из нас это может делать. Как достичь роста моей общины? То есть, когда мы говорим моей общины, у нас есть люди, которые, ну, они всегда такие будут, поэтому как бы есть люди, которые сразу входят в семью, и они называют это моя община. Это моя семья. Ну, его, да. Его, ну, как бы, то есть, мой дом, знаете, это, да. А есть, а есть люди, которые еще на каком-то этапе говорят, ну, ваша община. То есть, не моя община, не наша община, вот, а именно ваша. Поэтому, именно, как достичь роста моей общины? То есть, задаем себе вопросы. приношу ли я благословение в мою Божью семью, в нашу Божью семью, в Божью общину? Являюсь ли я благословением? Обогащаю ли я мою общину? Или я приношу лишь разделение в нашу общину? Или я, то есть, своими поступками что-то приношу, наношу ущерб, вред нашей общине? Вы понимаете? То есть, на самом деле, являюсь ли я той частью, где я благословение для моей общины? Как я себя вкладываю? Чем я жертвую? Своим временем? Своим отношением? Своими деньгами? Своим трудом? Работаю ли я для Господа? Работаю ли я, тружусь ли я от души, как для Господа, в нашей общине? Или я это делаю, потому что как бы надо делать? То есть, задавая такие вопросы, как достичь этого роста? Что от меня зависит? Что для этого нужно? Как нужно развивать отношения? И укреплять эти отношения? То есть, когда мы так говорим, приходит такая хорошая мотивация и ответственность. И размышляя над этим, конечно же, мы стараемся в нашей общине не удовлетворяться каким-то достигнутым. То есть, если у нас что-то получается, слава Богу. То есть, мы стараемся, нас так научили, наверное, вот, это у нас, это я про себя говорю, про нашу общину. Мы стараемся, ну, нашу как-то эту структуру, ну, постоянно как-то, не то что ломать, а видоизменять. То есть, мы стараемся, если у нас что-то получилось, совершилось, и если на каком-то этапе, вот оно где-то затормозилось, не то что пошло вниз, а просто затормозилось, не приносит уже каких-то явных плодов и успехов, мы стараемся это видоизменять. То есть, стараемся что-то вводить новое. То есть, о чем идет речь? Стараемся рисковать. Риск, благородное дело. Стараемся рисковать, стараемся что-то новое, что-то новое искать. Вот, пробуем какие-то разные формы, какие-то разные методы. Вот, не стесняемся, не боимся. Помните, как написано? Все испытывайте, хорошего держитесь. То есть, мы это взяли как за правило. То есть, и даже мы где-то, может быть, и не совсем, ну, скажем, Бог открывает нам, как бы, отчасти, да? Бог открывает нам что-то постепенно. Но если у нас есть желание, если мы понимаем, что это Божье дело, если в этом нужда, и включается еще наша вера, то что-то получается. Поэтому не сразу мы все видим, как нужно делать, а в процессе как-то открываются. У нас есть люди, которые хотят услышать ответы на свои вопросы сейчас. И мы им отвечаем, послушай, ну, хорошо, там, я твой наставник, хорошо, я там пастырь. Ну и что, что я пастырь? Что я должен все знать? Я что, должен тебе дать ответ на то, что тебя интересует сейчас? Извини, я такой же, как и ты. Вот, я могу что-то, ну, получать от Бога, что-то Бог мне не дает, ну, не дает возможность слышать от Него. Что-то я не знаю, что-то я различаю. Вот, поэтому мы не обязаны знать все и, знаете, угождать желанием людей, чтобы они получили ответы на свои вопросы и как им поступить в то или иной ситуации именно сейчас. Извините. То есть, может какое-то пройти время, нужно посмотреть какие-то обстоятельства, вот, нужно проверить твой мотив, нужно, ну, посмотреть что-то другое, вот, чтобы прошло какое-то время. Вот, поэтому мы стараемся вот в таком направлении идти, постепенно, не спеша, где надо рвануть, значит рванули, где надо подождать, значит ждем. Вот, поэтому, когда мы используем какие-то разные подходы, формы и методы, у нас есть в этом уверенность. Какая уверенность? Что Бог, Он создаст общину, Бог, Он создаст церковь, и врата, да ее не одолеют. Это очень сильные слова, которые сказал Иешуа, да? Бог создаст. Он сказал, я создам, я создам, я создам. Я понимаю, что Он ее уже создал. Я понимаю, что наша поместная община, она как община всего тела Мессии, да? Вселенская община. Наша община, она является частью. И я нахожусь в общине. Он ее уже создал. Правда? И врата ада ее не долеют. Я не смотрю на негативный пример тех общин и тех церквей, которые раскололись и которых не стало. Это не мое дело, что там произошло. Я могу что-то ну как бы взять для себя, выучить, изучить, проанализировать, чтобы не делать какие-то ошибки. Но я не имею права осуждать, что там произошло. Вы понимаете? Но все равно, даже если там что-то произошло по вине служителей или еще чего, это не мое дело. И пусть этот негативный пример он меня не беспокоит. Бог сказал, я создам церковь и врата ада ее не одолеют. Поэтому мы понимаем, что мы находимся в той общине, где Бог ее создал и теперь он ее созидает, теперь он ее утверждает, укрепляет, распространяет и так далее. Поэтому следующий вопрос, который мы задаем Богу, а как он ее создаст? С чьей помощью? Через кого? Правда? Нормальные вопросы, которые мы можем задать вопрос. С какой помощью? С какой целью? К чему? Какое предназначение имеет наша община? Какую цель имеет наша община? Если Бог хочет строить заветные отношения, если Он с нами заключает завет, то, безусловно, это перетекает в общину. Мы находимся в церкви, Бог ее создал для определенного, для определенной своей цели, для определенных своих намерений, чтобы мы были частью этой Божьей общины, чтобы мы были частью этой Божьей церкви. Правда? Потому что мы не можем без этой духовной семьи, мы не можем быть вне тела. Правда? Мы не можем быть сами по себе. Если мы оторвемся от стада, все, мы погибнем. Правда? Если мы не будем идти за пастухом, если мы не будем в стаде, если мы не будем слышать голос пастуха, мы погибнем. потому что будут волки, будут обстоятельства, будет холод, будет голод, будет буря, и все, и мы погибнем. Но добрый пастырь, он заботится, мы находимся в стаде, и мы знаем те служения, которые есть, которые описывают об апостолах, о пророках, о учителях, о евангелистах, о пастырях, о тех всех дарах, которые мы с вами имеем. То есть мы находимся, мы являемся частью Божьего тела, мы являемся частью нашей поместной общины. Вот, поэтому Бог, Он хочет созидать нашу общину и через меня. Правда? Бог хочет, чтобы наша община, она росла и через мою ответственность, и через мою часть, через мое отношение, через мое служение. И поэтому задавая такие вопросы, мы понимаем, что если Он сказал, что Он создаст, значит, Он это сделает. Откуда у Бога такая уверенность? Что не какие-то катаклизмы, что там не землетрясения, то, что сейчас происходит, можете, да, то, что там в Бирме, Мянме, в Китае происходит. Вот, это же, конечно, очень печально, десятки тысяч людей гибнут, вот, и Он ее создаст, и врата ада не одолеют ее. То есть, не то, что какие-то катаклизмы, не то, что какие-то бури, не то, что какие-то засухи, наводнения, грады, или что-то еще. Написано, что даже, что бездны ада не одолеют ее. Не одолеют ее. Они будут пытаться это делать. Дьявол будет пытаться это сделать. Люцифер, он будет пытаться это делать. Его служебные духи, бесы, они будут пытаться это делать. Князь этого мира, он будет пытаться этого делать. Правда? Он еще господствует в воздухе. Князь этого мира, дьявол, он еще господствует в воздухе. Царство Божие на земле еще не наступило. Царство Божие внутри нас, Ишуа сказал. Вы понимаете? Поэтому, Он создаст, и врата ада не одолеют ее. И приходит хорошая уверенность, приходит ответственность, которая дает нам дополнительное желание, стремление, дает силы, дает власть. Мы берем Его Слово, мы берем ее силы и говорим, Боже дорогой, веди меня, я рад, что Ты меня спас, я рад, что Ты со мной. Мы Твои шляхи, мы Твои посланники. Амин. Продолжим. Продолжим после перерыва.